Надя Васина Шоу Надя Васина Шоу Розмовы про спорт и физическую культуру И с гостями, которые знают смак перемоги И открывают секреты эффективных тренований Спортсмены, тренеры, спортивные лекарь, легенды и начальники Надя Васина Шоу Ура, мы в эфире, Надя Васина Шоу 12.15 сейчас в Киеве Починаемо з того, що ми дякуємо нашим військовим за те, що ми сидимо в студії У нас все гарно Не дивлячись на те, що ми трішки запізнились технічні Питання були пов'язані з цією ситуацією Але найголовніше, що ми живі здорові І навпроти мене мій гість, друг і адекватний, поважний білорус Адекватний, який займається Україною, допомагає Україні Костянтин Яковлев, колишній головний тренер ганбольного клубу «Вітязь» Активіст «Сосбай» – це вільне об'єднання спортсменів в Білорусі Ну і, як я вже казала, волонтер України Привіт! Привіт! Я вже многократний Завсегда ти твой гость Тому що ти дуже багато чого цікавого розповідаєш Нагадаю слухачам і глядачам, що, Костя, ти ще коли були протести в Білорусі Ти був один з тих, хто не мовчав, який боровся за вільну Білорусь І потім був вимушений тимчасово поїхати зі свого дому і приїхати к нам в гості в Київ Це було два роки тому, правильно? Ну, почти, чуть-чуть менше, полтора десь 1 августа я приїхав 2021 року Так, я пам'ятаю Ось, слухай, ми поза ефіром говорили про те, що, де наразі Київ обстрілюють, країни обстрілюють, велика війна страшна Не було бажання в тебе поїхати знов таки додому чи ще там кудись? І ось, все ж таки, Білорусь не обстрілюють, хоч і диктатор сидить Ну, так, я зараз повторю свій відповідь, який я тобі вже говорив Ні, краще, як говориться, гордо з піднятою головою Даже коли по тебе бомбят по інфраструктуре І ти знаходишся не в очень, так скажем, хороших коммунальних условіях В свободной, чистой, так скажем, честной, да, стране Чем, вот, как я называю, это королевство зазеркалья, да? Что там происходит, там просто, мне кажется, мой мозг этого не выдержал Ну, и я думаю, что долго бы я на свободе там не побыл Ну, в принципе, как у тебя уже был опыт покататься в каталажках Посидеть немножко за кратами тоже Слушай, насколько это, возможно, было довести людей, что люди, как ты Ты же не один в Киеве, в Украине, білорус адекватный спортсмен Не тільки спортсмен, який поїхав, вимушено поїхав з Білорусі Які готові терпіти обстріли, війну Ось зараз Костя, я там, йому дуже вдячна, він приїхав на оболоні Світла нема, води нема, зв'язку нема Якось, якимось чином, мокрий прибіг сюди Як мінімум, як ми жартуємо, підзарядитися Як можна було так людей довести і чому така різниця І одні люди сидять в Білорусі і продовжують підтримувати І якщо ми говоримо про спортсменів, а ти колишній головний тренер ганбольного клубу «Вітіс» І одні спортсмени сидять, вони ж ніде не виступають, тому що, в принципі, заборона скрізь йде А інші, ось як ти готові ось так боротися Просто настільки величезна різниця, вибач, перебиваю Ну, просто це в початку пути, це, знаєш, най складніше, це перший шаг зробити І, як би, не всі відважуються його зробити І, коли ти вже, як би, робиш цей перший шаг, то ти вже, як би, назад не можеш повернутися Тому що ти вже сказав «А, говори, Б» І, к сожалению, в Білорусі багато спортсменів Которые, їх більше, наверное, все-таки, беспокоє Коє-то своє личне, так скажімо, составляюще Нежели вообще в целом Вони не можуть заглянуть Или понять, що от цього, ну, зависить все Да, то есть, как би І люди Вибирають, как би, свою норку І, знаєш, як кажуть, моя хата з краю, да То есть, от мене нічого не зависить Ну, потребители, что я могу сказать Просто потребители, которые, там, отбывают какие-то свои, там, контракты Небольшие деньги, на самом деле, там, люди получают вообще небольшие Ну, тем не менее, говорится, жопа в тепле и уже хорошо Дивно, що ми говоримо зараз про молодь, ну, про молодь, в принципе, я ми ще якось там до молоді, да Тридця, скільки там років Це має бути адекватний розум, не радянський, з баченням того, в принципі, спортсмена Білорусі Я не говорю вже взагалі про населення Білорусі, а про спортсменів Вони ж поїздили по світу, вони ж бачать, що відбувається, вони ж бачать величезну різницю І зрозуміло, що не в коштах річ, але хоча б якесь то оправдання було, чому вони там сидять Якщо там мільйони платили, ну, я не знаю, і то, і то, ти пішов, багато інших пішли І нікому не потрібні ці криваві кошти з нерозумілим майбутнім Ну, к сожалению, майма шумайма Если так, ну, я, знаешь, ну, если ты помнишь, как бы, я, вот, у тебя уже, получается, третий эфир, да, там, я от одного, второго уже к третьим Я уже пришел настолько, я спокойно, уже это, раньше я там, я нервничав, там, меня это злило Я, там, не знаю, там, мог, там, писать, там, оскорблять где-то, там, ругаться, там, значит, своих так называемых колег Ну, сейчас я просто даже на это, знаешь, не обращаю внимания никакого, потому что, ну, это уже свершившиеся факты, и ты ничего не можешь, ну, ничего не можешь поменять То есть, ну, люди уже, ну, я много раз у нас в Беларусі есть такое, у беларусов, точнее, да, есть уже, там, пробить дно, да, то есть, ну, вроде бы ты уже думаешь, оно все, уже ниже некуда Ну, нет, и такое, знаешь, вот, ребята, в частности, у нас были ребята из сборной по гандболу То есть, у нас достаточно квалифицированная сборная, выступает всегда на топ-турнирах И когда произошла эта вся ситуация, разговаривали с ними, ну, не со всеми, конечно, но с лидерами, так скажем там Два-три человека, которые говорили, ну, мы говорили, надо поддержать людей, как бы, ну, делать бойкот, ну, то есть, не выступать, не приезжать в сборную, там, ну, то, что происходит И единственный аргумент у них был такой, что, вот, ну, блин, мы же все равно за сборную, как бы, мы за страну, мы там не за Лукашенко, мы не за это Поэтому мы не хотим, как бы, потерять в рейтинге и упасть там в низшую корзину Чтобы потом опять выбираться на топ-турниры и играть с более сильными командами плей-оффа и так далее И вот что сейчас? Вот смотри, происходит война, значит, людей полностью, получается, изолируют, полностью изолируют Они уже не выступают, и что? И до чего они пришли? И что, ну, где ваша корзина? Все, ну, так давайте сейчас тогда Зачем вы сейчас там приезжаете на какие-то сборы, там, или еще что-то? Для чего? Ну, вы же сами говорили об этом Понимаешь? Я, ну, каждый человек, он ищет себе оправдание, он ищет себе просто какое-то оправдание своими поступками и так далее Вот Ну, тільки сьогодні новина свіжа. Конгресс Международной спилки биатлонистов IBU ухвалив решение щодо продовжения усунения представников РФТ о Беларуси в участии в международных стартах И это только один из видов спорта, так, все, в принципе И когда, месяц-два тому, в Беларуси, мне кажется, или на Роси... А, на Роси Десь пройшли международные соревнования за участью Роси и Беларуси И там много белорусских спортсменов заняли прозовое место Так что ты можешь посещать со своими колишними или знакомыми Пошли медали, да? Пошли наконец-то медали Ну, я же говорю, это такой цирк Все, что это говорят и... Все, что они говорят о том, что вот, а мы там будем свои, лучшие соревнования Да не, ну как ты? Ну что ты будешь, да? Россия вся в санкциях кричит, что они будут делать импортозамещение Ну, что-то у них вот с 2014 года или... Ничего пока особо не получается Все равно импортное и так далее И люди, ну, телефоны все равно будут ходить и самсунги и иплей и так далее Поэтому все это просто звонят и полная чушь А инсайт в тебе есть? Який-то, я не знаю, с друзьями, может, спілкувался и они там скажут, о, да, там спортсмены начинают бастувати в зале Нет, нету ничего Ну, я понимаю, если брать мой вид спорта, что, в принципе, ну, это... Ну, как сказать, это пустой, ненужный, ну, вот сейчас в данном случае пустой ненужное дело Ну, то есть оно никому не надо Ну, кроме там, я не знаю, судей, которые будут получать за то, что они судят Тренеры там, которые тренируют там, я не знаю, там... Ну, кроме вот самой, наверное, федерации, которые там выделяют какие-то деньги Вот они просто устраивают эти соревнования ради себя Никаких там ни зрителей, ни болельщиков Ну, это не... ну, никому это не надо То есть, ну, это настолько ненужная сейчас вообще вещь Ну, ты там, ну, да, я, может, еще как-то пойму там детских тренеров, да, которые там, ну, раз такая ситуация, надо все равно тренировать, воспитывать там, как бы, детей, несмотря ни на что Вот, и... я вот, ну, честно не понимаю А есть кто из друзей в спортсмене, с кем ты спелкуешься на сегодняшний день? Ну, которые там находятся? Нет, в начале войны я звонил к ребятам, коллегам Ну, мой такой разговор, ты знаешь, был больше эмоциональный, да, ну, я как бы высказывался Ну, говорю, ну что, вот, позасовывали все арты, языки свои в задний проход Я говорю, вот что вы сейчас? Я говорю, а если бы вышли все, а если бы не захотели, не выступали, вы, на вас другие посмотрели, что вы это самое натворили? Да, понятно, что, ну, типа, ну, они эту войну развязали и так далее, ну, люди, ну, людям надо просто тупо понять, что из мелочей складывается большое, так скажем, да, вот правильно когда-то Владимир Зеленский сказал, когда говорил именно конкретно о спортсменах Если даже маленький пост там, не знаю, лайк какой-то поставил, это уже что-то, вот, поэтому это очень печально все Ну, в принципе, правильно, что бездіяльность вона породжує все те, что происходит наразе в Белорусі и на Росії, в принципе, Белорусь Зараз за хвилину будуть новини, ми проговоримо про те, що хто для нас на сьогоднішній день Белорусь, а у нас новини Новини чи не новини? Новини Вітаю у студії Кирило Бондаренко, далі новини коротко Одразу про справи енергетичні. Після масованих ракетних ударів напередодні 16 областей України знову заживлені Як повідомили в Офісі Президента у списку Київщина, Одещина, Запоріжжя, Буковина, Чернігівщина, Волинь, Рівненщина, Хмельниччина, Харківщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина зокрема У більшості регіонів вода та теплопостачання вже повністю підключені до живлення, а в деяких регіонах триває підключення споживачівок Служба безпеки України затримала чоловіка, який допомагав росіянам на катерах удікати від контрнаступу ЗСУ на Херсонщині Слідчі повідомили виродку про підозру в пособництві державі-агресору Посіпака загарників виявився власником місцевої станції прогулянкових катерів Чоловік добровільно передав шість човнів росіянам Після звільнення Херсона зрадник переховувався в місті Нині йому загрожує до 12 років ув'язнення І на сам кінець про справи транспортні У Києві на низці ділянок відновили рух трамваїв Про це відзвітували у столичній державній адміністрації У списку, зокрема, 14, 15, 18, 8, 22, а також 29, 28 та 35 рейси Деталі шукайте на телеграм-сторінці КМДА Додам, що нині у Києві не працює фунікулер, а метро курсує з інтервалом щодесять хвилин На цьому в мене поки що все Наступний випуск о 13-й Слухай Київ Київ ФМ Щочетверга на Київ ФМ Надя Васіна Шоу Розмови про спорт і фізичну культуру Із гостями, які знають смак перемоги І відкриють секрети ефективних тренувань Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці Надя Васіна Шоу Ми повернулися Надя Васіна Шоу Костянтин Яковлев, колишній головний тренер гандбольного клубу «Вітязь» Білорусі Для тих, хто не знає І наш український волонтер Слухай Раніше ми починали ефір Слава Україні, героям слава Живі Білорусь, живі вєчна На сьогоднішній день українці вже змінили ставлення до Білорусі Ми розуміємо, що є адекватні такі, як ти, які ще знаходяться в Білорусі Які намагаються Ми пам'ятаємо на початку Великої війни, як вони підривали проїзди для потягів І не тільки Робили те, що вони могли Якась то маленька кількість Є батальйон, який воює за Україну Ми дуже вдячні Є адекватні люди, які намагаються висказуватися І, в принципі, спортсмени також Але маса Маса мовчить І маса підтримує Чи ні, ти зараз, каже, зі свого боку І ось фраза вже «Живі я Білорусь, живі вєчна» Ми не дуже хочеться говорити Тільки у випадках, коли ми бачимо адекватних представників Таких, як ти Ну, смотри, мені кажеться, що це таке чуть-чуть більше твое суб'єктивне мнення По поводу говорити Эти фрази Но я тебе скажу, що фраза «Живі Білорусь» Буквально, може, недели-две назад Королевством Зазеркалья в Білорусі Признана экстремистськой Поэтому сейчас говорить эту фразу Очень даже почетно і нужно Вот Это не фраза Ну, вообще, там в Зазеркалье люди же убивают всю культуру Всю, значит, язык, да, мову И все, все, что касается Все, что белорусское И это уже Ну, люди могут сесть на сутки за то, чтобы просто разговаривать на белорусском языке Серьезно? Зачекай Конечно Конечно, были такие Был, по-моему, такой случай Я где-то читал, что человек то ли в магазине и так далее Начал общаться и разговаривать на мове Там вызвали милицию и человека задержали Ну, ему придумали что-то другое, конечно Но смысл в том был, что человек разговаривает на языке Родном Поэтому И все, что касается Если ты слышишь, люди начинают говорить на белорусском языке Это все наши люди Так Зачекай Я памятаю, коли були протесты А, я не памятаю, який рік Мені здається, 16-17 в Белорусі Пройшли ось ці зеленые человечки Активисти російські За Россию За всякую историю И я памятаю, як Лукашенко Одразу истерично почав говорити, що у нас є своя мова Мой вільна країна И бла-бла-бла Это как раз ера Денери и Ленери И тогда он навпаки Он начался выступать белорусской мовой А сейчас Белорусская мова Это уже экстремистская мова Последний раз Лукашенко говорил на белорусском языке Наверное, в каком-нибудь в 96-м году Когда он там Или в каком там, в 94-м Когда он, так скажем, на Конституции Прикладывая руку произносил Что он клянется служить белорусскому народу Вот И в целом Он никогда не говорит на языке И это лишь игра Запад-восток Запад-восток И здесь Будете так Мы тут пойдем на запад Будете говорить А там будете Мы здесь Ну, всегда маневрировал Вот этими, так скажем, ценностями Вот На сегодняшний момент Ни одной В крупных городах Таких, как Минск Гомель Могилев Витебск Брест Не существует Белорусских школ Их просто нет Да Рязычка В школах вы в чате Белорусскую? Ее могут учить Но все Я имею в виду Белорусско-момной школы Вот чтобы Только на белорусском языке И математика И литература И так далее Ее нет Вот Раньше Я навіть не знала Про таке Да Вот Всегда было 50 на 50 То есть 50 русского языка 50 этого Но всегда Учителя все Преподавали на Российском языке Ну да Я в принципе Хотела запитать А Чи тренуют Белорусскою мовою В принципе Дурное питание Нет У меня Дочка ходила в сад В белорусском Мовную группу Все что у них было Белорусском Мовное Это Добрый ранок Добрые ранницы По-белорусски Когда они приходили И когда уходили До бабочения Все 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 остальное На русском языке Да Я подходил Говорил Слушайте Ну а мы думали Что будут Ну у нас вот так А чему Вкотре программа Про спорт И мы никак не можем говорить Про спорт Потому что Купу таких тем А чему Как они это объясняют Типа Вчителям Тренувание Чи там Навчание Математики И что они скажут Мы не знаем Белорусско Чи что Ну да Ну да Ну просто А сейчас На данный момент Если человек хочет Устроиться на работу И он разговаривает На белорусском языке К примеру То у директора школы Ну к примеру Сразу возникают вопросы И скорее всего Ну не скорее Его просто не берут А значит Вы какой-то не такой Вы можете Какую-нибудь там Диверсию устроить Или еще что-то Я слухаю Просто могу То есть Да Вот такая ситуация И Как ты говоришь Что Ну Есть Непонимание К белорусам Ну Нет конечно Ну пойми Ты должна понимать Что это Очень хорошо кстати Арестович высказался По поводу белорусов И его очень много Поддержало людей И поблагодарило Он очень четко Правильно сказал Что Ну все должны понимать Что это Ну не знаю То же самое Если сравнить Да С Крыма тоже летят По Украине Да С Донбасса С Донецка С Луганска Да Ну мы же не говорим о том Что Ну типа Что вы там Украинцы Не выходите То же самое И здесь Ну просто Повно Окупирована Страна Просто Окупирована Там двойная окупация Еще Одна окупация Путин Который окупировал Лукашенко И Лукашенко Который окупировал Всю Беларусь Ну да Внутрішня и зовнішня Окупація Да Я не можу зрозуміти Як так Ми зараз перейдемо до теми об'єднання вільних спортсменів Білорусі Ти розкажеш чим як ви зараз займаєтесь Але до цього скажи Як ось люди відчуваються Ми в принципі не можемо дозволити собі навіть думати про те що нам хтось буде нав'язувати Що ми маємо робити Ми це показали з Януковичем А зараз ми показуємо це на прикладі як ми воюємо проти Росії А що в Білорусі там по типу ну окей Путін нас окупировав Не смотри я думаю так вот эти вот слова которые а окей Если бы не было войны так я думаю что наверное было бы так примерно люди бы смирились И много бы там сказал да нормально живем там будем типа в основному же российский рубль И так далее и тому подобное экономика типа будет лучше вот Типа Но но произошла во первых произошел 2020 год очень сильно до этого произошел 2014 Он такой знаешь так многие украинцы оп посмотрели ничего себе а что это у нас так может быть Потом 2020 когда год произошел все это фальсификация весь мир видел Что произошло Да Выборы в 2020 году Вот И уже люди поняли что нас ну реально они поняли что нас много и много людей как бы против Они все за перемены И случается война То сейчас естественно ну люди уже не пойдут на эту сделку с Россией Ну уже просто Ты думаешь в Беларуси можливы какие то протести? Протести сейчас невозможны Ну ты кажешь не пойдут на эту Вообще в целом ну как бы весь цивилизованный мир побеждает врага и добро побеждает всегда Поэтому только после этого только после этого по другому никак ты ничего не сделаешь Они будут сидеть да люди будут голодать там еще но они будут держаться до последнего Пока просто не победишь на поле боя Объединение вильных спортсменов в Беларуси Как вы сейчас работаете, живете? Где вы? У вас есть какая-то база тут? Слушай ну нас раскидало да нас раскидало по всему миру и Европа и Америка Люди как бы были вынуждены уехать так же как и я со своей историей У нас у всех они очень-очень сильно к сожалению похожи Мы не молчим Мы не молчим вот и я у тебя так скажем на интервью и ребята по всему миру рассказывают и делают все что мы можем Есть фонд спортивной солидарности который сейчас очень плотно пытается как бы сотрудничать Ребята ездили в Америку общались там с местным конгрессом и так далее там провели много ряд встреч вот Мета? Какая мета в Америку когда ездили? Ну это все санкции да санкции против спортсменов обязательно те спортсмены которые поддержали Лукашенко что касаемо белорусов да там там и про русских тоже есть но я буду больше наверное говорить о белорусах это санкции что не может выступать спортсмен который поддержал Лукашенко А такие досье? Есть определенная фильтрация к примеру должна быть определенная фильтрация да то есть как бы и какие-то определенные списки Ну вот поэтому и так же мы понимаем что мало по малу как-то они все-таки будут вылазить да ты может быть знаешь там в боксе там не знаю А еще было в боксе? Ну вроде бы там допустили да и русских и белорусов каких-то там соревнованиях ну там в боксе просто много много версий поясов и так далее вот Оскільки я розумію там була история я памятаю я ще висвитлювала це що росія росіян громадяни громадяни росії які зараз переїхали до того до великої війни Значит після наприклад там в Америку чи ще кудись вони виступають за інші клуби кажуть Ні так я ж тут виступаю за інший клуб я по типу уже не росіянин я вже тут по типу американець там чи бразилець Вот смотри и в этом случае должна быть определенная фильтрация то есть значит человек который уехал и думает что он ну как бы все и все у него как бы хорошо Есть такой орган как фонд спортивной солидарности да Значит тот который про него все должен знать вот где он что говорил где он что писал подписал ли он письмо там за честных спортсменов которые изначально в 2020 году сказали что мы не признаем выборы требуем освободить политзаключенных и так далее И тому подобное либо вслед за нашим письмом значит вот эти вот спортсмены пропагандисты как мы их тоже можем называть сделали типа письмо но это не спортсмены естественно это все там сидят там в ногах в министерствах и вот они там чиновники эти придумывают ясно что там обычным спортсменам вот именно этим не мозгов не хватит чтобы такое придумать Мы то да мы придумали именно спортсмены мы это все сделали и так далее вот они типа в поддержку Лукашенко да ну и там набрало там знаешь очень много типа как бы подписи но многие о том что они расписались даже и не знали как мне спортсмены рассказывают вот и что они там приходили к тренеру своим говорили Так а я же не то а что ты против мне рассказывают и говорю ну а что ты не сказал что ты против ну примерно поэтому Пропону послухать сейчас интересный факт про наших защитников и повернемся до студии Про людей чьей смеливостью написана сучасная история страны герои Украины герои Украины на Киев 98FM Порятунок завжди був сенсом його життя До війни Олександр Лабунський рятував людей з вогню адже був професійним пожежником а останні чотири роки допомагав рятувати країну від російської навали Саме у 2017 році Олександр вперше поїхав у ротацію на Донбас на фронті отримав позивний лом побратими взяли з його прізвища імені та побатькові перші літери У складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади служив у Волновасі другий раз він вирушив на схід у 2020-му ні службу у Мангуші Після широкомасштабного вторгнення Росії Олександр Лабунський разом із побратимами одразу вирушили на поле бою Спочатку нищили ворога під Бучею, де розбили загін кадировців, які наступали на містечко Потім підрозділ перекинули неподалік Вижгорода Старший солдат Лабунський виконував обов'язки командира автомобільного відділення реактивної артилерійської батареї 13 березня над місцем, де перебував підрозділ старшого солдата, літали ворожі безпілотники Вистежували їх, а вранці наступного дня почався бій Старший солдат зумів знищити чимало ворожої техніки та особового складу російських фашистів Але українських захисників накрили градами і Олександр загинув на полі бою Йому було 39 років 19 березня під час прощання із бійцем у рідних сарнах родина та побратими дізналися Що Олександру Лабунському указом президента присвоє названня Герої України посмертно Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни Герої України Герої України На Київ 98FM Ну ось слухаємо ми про наших героїв, про те, як вони кладуть свої життя За для того, щоб Україна була, за для того, щоб ми сиділи в студіях по домівках і мали можливість просто їсти, жити, спати А ось такі окуповані країни, як Росія та Білорусь, їм якось такі контрасти, вони в мене в голові В голові просто ніяк не можуть скластися Скажи мені, будь ласка, величезна петиція ви, яку робили, і я наразово показувала в ефірі Петиція спортсменів проти війни На сьогоднішній день в якому ви на стані? На сьогоднішній день, я скажу так, це вже готовий інструмент для дальнішої роботи О тому, о чому я тебе говорил, то есть определенная фильтрація То есть каждый спортсмен не просто должен сказать «я за мир», там, «мы против войны» Мир же, що ми знаємо, що бывають разні І, як ми видим, а особливо вчера ощутили на себе, що є таке поняття, як «русський мир» Поэтому там є чіткі пункти, які кажуть о том, що Россія – страна агресор І вона должна просто убратися з території України І підписав цю декларацію, цю декларацію І создаються рычаги для того, щоб дати можливість тем спортсменам, Которые, потому что очень много спортсменов, которые не признают, ну, не признали там и выборы, там, Лукашенко Поддерживают Украину, да, они попадают тоже под эти все санкции, под эти баны и так далее А вони зараз де? В Беларусі? Я так понимаю, что в Беларуси им никто не даст выступать, естественно Их посадят в тюрьму и передумают им строка И это будут даже не административные нарушения, точнее, статьи Это будут уголовные статьи И мы сейчас видим, как активно делают россияне там инагенты Вот это вот все Поэтому тут, ну, здесь Ну, я помню так Другого пути нету, как спортсмену все-таки надо выезжать И есть много спортсменов, которые хотят выступать И которые были всегда против, значит, против того, что случилось в 2020 году на выборах И они открыто высказывали свою гражданскую позицию И, конечно, вот именно таким людям, которые могут выступать, не знаю, под нейтральным А лучше под бело-красно-белым флагом еще, да Чтобы показывать всему миру, что очень много спортсменов И это даже, это, это, это хорошо И я думаю, что это хорошо Сколько подписанцев зараз на ПТТ-8? Ой, ну, я не следил, не следил Ну, там очень крут, очень крутые спортсмены Это международное, там, там люди, ну, олимпийские чемпионы И с разных стран Это не обязательно, значит, там, белорус или украинец Это просто большая-большая-большая петиция Ну там мы встречались С Олександром? Так, и это было, много месяцев тому, было больше 500 подписанцев, которые подписались против войны Ну смотри, она немножко, да, она затормозила, она как бы затормозила, но она сейчас должна работать, как я это говорю, как инструмент Вот для чего сейчас в данном, мы вначале разговаривали с тобой, почему вот ребята ездили и в Америку, и, соответственно, и здесь встречаемся, и встречались с представителями спортивных федераций и вообще спорта Украины Для того, чтобы все-таки, ну, ее пропихнуть, да, в дальнейшем, да, что это уже готовый будет инструмент Ну, работа ведется, я, как бы, не сильно уполномочен, так скажем, там, об этом что-то говорить, потому что, ну, как бы, больше там ребята другие занимаются этим, вот, и, может, ты потом с тем же Александром Пообщаешься, и, вот, как-то более конкретно, может, к тому же времени какие-то появятся, какая-то более, ну, четкая, так скажем, информация Пока все, вот, ну, так скажем, руки не опускаем, тяжело, тяжело, очень тяжело идет, и декларация тяжело, и переговоры, и так далее Все очень тяжело, но по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы все равно двигаемся Сказать, что там, вау, все полетело, и все это, я такое тоже не могу сказать, потому что это сложно, сложные процессы, но кто-то должен этим заниматься, вот и все Нагадаю, Константин Яковлев поруч зі мною, околишній тренер, головний тренер гандбольной команды «Витця» из Беларуси, наш український волонтер и активист «Сосбай» Ви займаєтесь тим, щоб боротися на спортивному напрямку проти ось цього фашизму з Беларуси та Росії Як ти гадаєш, чому спортивний світ розуміє, ось ми зараз приклад з Америкою, літали в Америку, щоб говорити про те, як боронити спортивну арену від расистів та білорусів Світ так повільно не хоче розуміти, не може розуміти, не бачить, чи що, як так, чому всі не сказали, весь світ проти просто Росії та Білорусі Міг би встати і сказати, все, баста, this is it, no more, а ми щось там вмовляємо, кожен день тероризм в нашій країні З Білорусі люди біжуть, з Росії люди біжуть, ну це просто катастрофа А світ у нас газ подорожчав, ну просто смішно Сьогодні мені конгресмен написав, а у нас holidays Вони підтримують Україну, вони дуже багато чого роблять, але, ой, Надія, у нас holidays Я така, а у нас зв'язку нема, holidays, у нас треш Ну тобто вони, і в них нема такого розуміння, що по типу, халі десь, не халі десь, блін, треба людям допомогти прямо зараз Я там не уявляю, що ти потім розкажеш, як ти волонтер наш, що людям потрібна прямо зараз допомога їсти, пити, спати, заряджати телефон А ти такий, та потім, через тиждень, протягнете ще без їжі тиждень Смотри, вони все-таки знаходяться за границей, вони знаходяться в нормальних, так скажем, хороших условиях И понятно, що якби вони були тут, хоча б, не знаю, там, в западной части України Они немножко бы понимали, що, що вообще б происходит Я не говорю, там, о Бахмуті і, там, скажем, в тому направлении, де, що ми там б видели потім На освобожденных территоріях, Ізюм, да, і Херсон, сейчас То, конечно же, ну, просто люди живуть своєю розміренне жизнєю И, ну, вони так живуть, осуждать их, как бы, ну, тоже сложно Они так помогают, как могут, да, і все устають И поверь ти мене, і у мене уже були, і у нас вообще були, ну, какие-то периоды Когда, ну, просто опускаются уже руки, і ты просто уже устаєш І просто не знаю, що мені хочеться, хочеться там спрятаться Куда-то, напіться, забыться і вообще сидеть, не вылазить Вот, ну, что-то все равно тебя мотивирує, і ты начинаеш, как бы, говорить об этом Вот, ну, уже, ну, я очень надеюсь, я не знаю, как бы, что, ну, что-то должно, вот, произойти Как можно сказать, как можно скорей Вот, і уже, ну, конечно, только вера вообще в руководство страны И я на сегодняшний момент, ну, восхищаюсь вообще всеми политиками Именно, вот, высшими чинами, да, там, от Зеленского Заканчивая, там, не знаю, Арестовичем каким-нибудь, что настолько все правильно, грамотно ведется И, ну, я только вот все в ихних руках, да, то есть ты уже сидишь и ждешь какого-то результату А у нас новини Друзі, у нас зараз новини, если вы меня чуете Ну, поки не включаю новини, давай дальше говорить Да Твои ощущения, бомблять Киев, ты в Киеве Бо была в тебе в Белоруссии не просто в последние часы, а сейчас в Киеве еще гирше Мы говорили, что лучше под кулями, чем в Зазеркалье Ага Ось твои ощущения Ну, абсолютно все спокойно Очень Все спокойно Ну, вот, со вчерашнего, да, до сегодняшнего дня мы с тобой, вот, ты рассказывал, как я тут добирался до тебя, да, то есть ни такси не нельзя вызвать, ни ток на метро И то я шел в метро и думал, блин, а будет оно работать, потому что то, что я успел до двух часов дня увидеть в телеграм-каналах, что уже и метро приостанавливало свою Свою работу и так далее Поэтому просто вот на, так скажем, пошел, потому что, ну, как бы, пообещал и посмотреть, что происходит Ну, там у нас легло все Вот, ну, вроде бы, вот, холодная вода уже, как бы, с нормальным напором идет, но горячее, естественно, нет Вот И, ну, знаешь, я вот что подумал Вот свет, свет, все говорили Вот, когда, ну, плановые были выключения света, тоже спокойно относился Я за 15 суток, проведенных в тюрьме, мне этот свет так надоел Ну, чтоб ты, я рассказывал, нам, ну, над нами так издевались, на политическом Да, да, нам не выключали свет Ну, то есть, ну, ну, он крогоет 24 на 7 у нас горел свет Засыпая, ну, все понятно, да, для чего это делается Я не буду там о других каких-то пытках рассказывать Ну, я просто уже такой со смехом, да, я прошел это испытание свое Ну, господи, ну, мне за 15 суток этот свет так надоел, ничего, посижу и в темноте Но зато на свободе, так скажем Поэтому еще раз повторяю лучше жить правильно, честно, но в каких-то более худших условиях Чем быть, так скажем, под лицом, но в хороших Поэтому я вот выбираю честность и смеливость И дякую тебе за это, новини Надя Васина Шоу Надя Васина Шоу Слухай Киев 98 Новини Киева Новини Киева Вітаю у студії Кирило Бондаренко Далі у випуску розповім про енергетичну ситуацію у Києві, нові вироки у справі ХІЗБУД та Хрір, а також про самовіддану роботу столичних хірургів з Інституту Серця Одразу про енергетичну ситуацію у Києві. Далі про справи фінансові. Державний приватбанк вдвічі підвищив ліміт на знаття готівки в банкоматах. Нова межа – до 20 тисяч гривень, повідомили у прес-службі фінустанови. Таку суму користувачі карток будь-якого банку можуть отримати в банкоматі за одну операцію, а потім повторити через три години. Суд у російському Ростові на Дону засудив ще п'ятьох кримських татар у справі ХІЗБУД та Хрір. Енвера Аметова та Яшара Муєдінова росіяни засудили до 13 років колонії суворого режиму. Османа Аріфмеметова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейх-Аліїва кинуть за грати до 14 років колонії. Нагадаю, у березні 2019-го кацапські силовики провели у Криму обшуки в помешканнях кримсько-татарських активістів. Заглом затримали 24 особи. Усіх звинуватили в причетності до ісламської політичної партії ХІЗБУД та Хрір, яку в Ерефії визнають терористичною, однак політсила діє без обмежень у багатьох країнах світу. Російський аналог НАТО ОДКБ зазнав розколо. Під час чергового саміту в Єревані лідери планували узгодити декларацію про допомогу Вірменії, однак документ не погодили із прем'єром країни Пашиняном, тож він відмовився його підписувати. На саміті також планували ухвалити декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ, однак це так і залишилось у планах. Крім того, Пашинян дозволив собі самостійно завершити саміт. Міністр оборони Польщі Маріюш Блащак попросив Німеччину передати запропоновані польщі батареї ППО «Петріот» Україні. Про це чиновник написав у Твіттер. Рішення прийняв після масованих ракетних обстрілів Росії, однак за однією мови. Американські зенітні системи Україна має розмістити на західному кордоні. Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень та підвищить безпеку на нашому східному кордоні, написав Блащак у Твіттер. І на сам кінець. У Столичному інституті серця електрика зникла під час операції, яку проводили дитині. Однак хірурги не розгубились. Вони продовжили роботу у налобних ліхтариках. До обладнання підключили генератори. Про це повідомив директор інституту серця Борис Тодуров. Під час вчорашнього масовного обстрілу України в інституті також зникла вода. Медики продовжували робити лише екстрені операції. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого, написав Тодуров. Наразі це усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві один градус тепла. Дощить. За прогнозами синоптиків опери мають скінчитись найближчим часом. Крім того, зважайте на ожеледицю. Денний максимум 3 із позначкою плюс, а нині вологість повітря 97%. Слухай Київ Київ ФМ Реклама на Київ ФМ Українці! Українки! Національний цирк України відкриває новий сезон дивовижним та запальним видовищем. Цирк Тигра. Шоу Сміливих. З 17 вересня до 11 грудня. Лазерне дійство, повітряна гімнастика, символ року, хижі та величні тигри, ілюзія та клоунада. Все це ви побачите у новому шоу Сміливих. Циркові атракціони допоможуть відволіктись та отримати калейдоскоп емоцій, щоб продовжувати жити, вірити та перемагати. Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку на площі Перемоги 2. Використано живий звук та фонограму. Вона була, була на початку. На Київ ФМ Ми повернулися наді вас на шоу. Костянтин Яковлев, колишній головний тренер гандбольної команди «Вітяз» в Білорусі. А тепер... Тоби можна назвати вже? Ти відчуваєш себе трішки українцем? Звісно, звісно можна. Так? А чому? Я, по крайній мере, був би не проти і мені було б приємно. Ну, тому що мені тут дуже подобається. Нікуди не хочу їїжджати. Я взагалі не хочу жити в Україні, в Києві. Мені дуже тут подобається. Ну, як я вже говорила, ми раді таким гостям. Ось таким гостям ми раді. Тварі, фашисти. Скажи, що в тебе з документами зараз? Ой, ну... К щастію, як-то немножко цей маховик розкрутився. Тобто, якщо літом ще було складно представителям Білорусі... Про це літом ми говоримо, що протоколи приїхли. Так, про це. Звісно, було складно продовжувати себе і робити часовий вид на життя. Звісно, то зараз вроде б і все пішло. Пішло, пішло, пішло. Наконец-то, якби власти поняли, що те люди, які там до війни здесь живуть, уехали, були пішли. Ну, вони... Многі люди із них і волонтерят, да? Тобто, як-то помогають і фінансово, і просто работають, якби, в цій країні. Ну, і, соответственно, піднімають економіку, так скажімо, України. І зараз, в даному році, я подав документи. Уже, не знаю, через недельку. Хоча з цими обстрілами, з відключенням світа, я не знаю, коли вони будуть. Це що за документи? Після тимчасового прибытия. Ну, т.е. временне вид на життя України. Я вже год здесь, якби, був. У мене закінчується 1 декабря. І, соответственно, я його продліваю. Тому все просто. Собрав документи, прийшов, подав. А як твоя семія? Вона і також? Тоже. Тоже. Ну, діти, вони прикрепляються, якби, к родителям. А моя бывшая супруга тоже подала вместе со мною. Я їй там чуть-чуть помог. Вот. І ми все подали. Все по закону. Ми, як говориться, все делаємо так, як надо. Паспорт. Думав про український паспорт. Ну, це, якщо б мене ще раз позвонив Дмитрий Кулеба, як він зробив це там полтора года назад, то я б, наверное, попросив би у нього походатайствувати. Ну, посмотрим. Там, вроде бы, какие-то были, не знаю, полгода назад новости зазеркали, що таких белорусов, як я лишать гражданства. Ну, может быть, это и подтолкнет к смене. Баба с возука были легче. Ну, да, да, да. Дивовижно. Ну, а дружина, як, вона також, ну, згодна, ей такий формат підходит, що вона вже в Україні живе давно? Давно ж? Да, мы вместе приехали, просто она, мы не живем вместе, но она занимается своими делами. То есть у него своя, так скажем, петрушка у меня своя, да, то есть она с детьми. Да, ей тоже очень нравится, но они жили в Одессе, им очень нравится. Но сейчас вынуждены были с Одессы уехать во Львов. Вот. И сейчас они пока во Львове. Вот. И как-то особо тоже уезжать никуда не хочется. Тоже нравится. Чим живут белоруси, которые приехали в Киев еще до Великой войны? Ну, как говорится, как минимум они живут свободно, да, и дышат свободным воздухом украинским. Что они делают? Ну, я думаю, что это большинство, как бы, какая-то удаленная работа. Они занимаются, очень много я знаю, что было в IT-сфере людей. Вот. Значит, ну, моя, допустим, бывшая супруга, она занимается ландшафтом. Она ландшафтный дизайнер. То есть, ну, она и руками, она как садовод это все делает, все оформляет. То есть, ну, вот, пожалуйста. Кто-то, у кого-то из знакомых открывают, ну, были кафе, там, какие-то рестораны. То есть, те люди, которые занимались бизнесом именно таким у себя на родине сейчас, ну, как бы, они знают, они умеют. Мне это делают здесь. Конечно, в рентабельности это все упало. Ну, как я еще раз повторяю, ну, я жил в Европе, жил в Польше и даже в Азии. Ну, мне лично, как бы, никуда не хочется уезжать. У меня и возможностей, как бы, хватает, там, уехать и так далее. Да, я могу, ну, думаю, что, как бы, для начала и друзей достаточно, которые могут там помочь, как бы, встать, пойти на эти рельсы и пойти, ну, я не хочу, я хочу здесь. Будем боротися разом за Украину, завдяки і таким адекватным людям, як ти, і військовим вашим, білоруським, які стали на бік України. Їм велика подяка, пошана. З вами був проект «Надівайся на шоу». Костянтан Яковлев, колишній головний тренер ганбольного клубу «Вітязь» в Білорусі, а нині вже наш і волонтер, і наш союзник. Слава Украине. Героям слава. Разом переможемо, все буде окей, і Білорусь також буде вільна. До свидания. Щочетверга на «Київ.ФМ» Надя Васіна шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу. Надя Васіна шоу. Дякую. Дякую.